приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у нас очередной агрогороскоп но прежде чем мы его рассмотрим прошу вас подписывайтесь на наш канал делитесь этой важной информацией с друзьями родными близкими пусть у них тоже все будет хорошо а также комментируйте задавайте вопросы ну и очень важно ваши какие-то предложения мы их учитываем и расширяем диапазон наших интересных событий дел которые делают нашу жизнь лучше и интереснее и качественнее и вот один из таких важных одно из важных таких предложений когда-то это было в апреле месяце кажется что это давным-давно было в апреле месяце несколько человек предложили сделать агрогороскопы на период нахождения луны в определенном знаке затем поступили предложение сделать такие же агрогороскопы но предваряя один знак и далее основной знак и после этого знака еще один день чтобы можно было спланировать все работы и вот с тех пор у нас вот такие ежедневные теперь получается почти ежедневные агрогороскопы с 30 октября сегодня мы будем рассматривать по 2 ноября 2021 года и это время очень важное время интересное время когда убывающая луна уже перешла из знака лев в знак дева и вот этот период будет уже 31 сегодняшний день далее будет 1 ноября и далее переход уже 1 ноября в 23 часа 12 минут в знак весы позади у нас 30 мы его уже рассматривали 30 октября поэтому давайте рассмотрим полностью сейчас вот это время время нахождение убывающей луны в знаке дева это у нас будет 31 воскресенье и 1 ноября в понедельник что здесь важно важно здесь я буду называть одни и те же у нас будут огородные цветоводные и садоводческие дела но вот только вот 1 ноября нужно сделать все работы до 15 часов луна без курса начинается в 17 часов поэтому пожалуйста постарайтесь с посевами управиться с черенкованием до определенного времени чтобы успели до 17 часов ваши черенки запастись вот этой включить полную программу укоренения наращивания корней посевы и посадки и так в деле очень хорошо высаживать луковичные цветы очень хорошо хотя это убывающая луна но хорошо высаживать сейчас те кто не досадил еще тюльпаны нарциссы гиацинты досаживайте очень хорошо в это время в деве они примутся успеют нарастить хорошую корневую систему и порадовать вас весной своими прекрасными цветами кстати еще можно и на выгонку в озонах различных горшках емкостях также высадить вот эти луковицы прекрасных весенних цветов здесь же очень хорошо привести это северные регионы подзимний посев укропа ну и различных цветов тоже это можно сделать здесь же я включила черенки и укоренение черенков это касается цветочных растений это розы это хризантемы и другие цветочные растения здесь нарезка и укоренение вот это что касается девы и посева посадок рассада конечно же высаживаем цветочные растения рассаду различных цветочных растений для теплых регионов это открытый грунт для тепличников там где отапливаемые теплицы это теплицы а для тех кто в доме удерживает разводит занимается цветоводством конечно же тоже посадка вот различные рассады уже укоренившихся растений или же просто посадка уже готовых растений в саду что можно делать в деве тоже продолжаем черенкование нарезаем черенки и укореняем и сразу же хочу вам сказать что это касается именно нарезки и сразу укоренение черенков садовых растений но не нарезка черенков для будущих дел весенних чуть чуть позже мы с вами это сможем сделать а сейчас просто-напросто это черенки для того чтобы нарезали и сразу на укоренение далее очень хорошо в это время в саду при благоприятных условиях высаживать декоративные еловые растения а также цветочные луковые луковицы снова же открытый грунт если у вас такое желание есть и такие луковицы есть пожалуйста в саду тоже это мы делаем вот зеленые операции нельзя делать вот мне спрашивают часто почему вы говорите что черенки можно нарезать а зеленые операции нельзя дело в том что есть правило а иногда есть исключения я уже испытывала обрезку просто зеленую обрезку или обрезку садовых растений это не хорошо вот споры грибковых заболеваний именно в этот период очень быстро проникают в древесину даже если это уже глубокая осень поэтому лучше вот это дело обрезки можно перенести чуть чуть позже мы об этом будем говорить чуть чуть позже буквально через несколько минут следующее важное дело это снова же цветы комнатные цветы здесь одинаковые виды работ черенки укоренения черенков посадка луковичных ну а для цветоводов до комнатных растений можно просто-напросто то что у вас уже выросло подросло готова к пересадке перевалки все это пожалуйста можно делать в деве это очень хорошо будет но вот 1 ноября постарайтесь комнатные цветы вот эти все работы провести до 13 часов это очень важно всегда вот это продуктивное время нужно учитывать что касается поливок и поливов и подкормок очень хорошо в это время в деве это знак стихии земли подкормки под корень но вот здесь 1 ноября постарайтесь все эти работы связанные с поливами и с подкормочкой провести до 20 часов далее в 23 уже будет переход в знак весы когда нельзя уже будет поливать я думаю что за три часа все эти процессы приема влаги и элементов питания все это произойдет и очень хорошо будет для растений эти вот наши агроприемы что касается сбора урожаев заготовки закладки на хранение и квашение эти дни в деве не подходят уже столько раз проводил эксперименты снова повторяю эти эксперименты к сожалению они не дают позитивного результата поэтому в деве делаем перерыв а теперь рассмотрим продуктивное время когда луна выйдет из знака девы и перейдет в знак весы это будет 2 ноября во вторник и так что в это время можно делать и продуктивное время кстати до 21 часа затем начинается время черной луны перед новолунием посевы нужно проводить до 17 часов очень хорошо это убывающая глубокая убывающая луна и очень хорошо использовать это время для подзимнего посева корнеплодных овощей супер время используйте его рассаду не высаживаем а вот что касается сада и его важных дел но тут же там где были уже морозы минус 3 минус 5 древесина готова вот здесь можно и обрезать растения просто санитарную обрезку или там вот что вы решили обрезать какие ветки все что вы там запланировали режете но и здесь очень хорошо там где уже были морозы нарезать черенки для хранения и потом использовать их для размножения растений а также для прививок вот это очень хорошо в весах хорошо хранятся черенки не подгнивают очень важный вот этот момент используйте зеленые операции естественно проводим а также для цветов сейчас рассмотрим важные дела в первую очередь это закладка на хранение луковиц клубней а также семян уже проверили высушили все заложили зеленые операции если это теплые страны или теплицы а также для холодных регионов где еще не выкопали клубни цветов пожалуйста выкапывайте для комнатных цветов актуальны зеленые операции а также защита от вредителей и болезней в знаке стихии воздуха а это весы как раз знак стихии воздуха не проводятся поливы и подкормки это время дыхания растений поэтому не проводим вот эти агро операции вот что можно делать если вы решили собрать урожай поздних сортов яблок груш ягоды это касается южных регионов пожалуйста собирайте в весах хорошо хранится эта продукция любые заготовки делаете все прекрасно сохранится цвет вкус запах и все остальное закладывайте на хранение то что собрали а вот квашение капусты не проводится в весах потому что это знак стихии воздуха и в это время наша капуста или яблоки будут жесткими такими горьковатыми и цвет даже какой-то вот не тот который вот получается в козероге или в тельце это вообще очень хороший такой замечательный продукт получается поэтому вот эти виды деятельности а именно связанные с заготовками с кухней с переработкой вот это можно делать кроме квашения овощей вот такой у нас агрогороскоп а сейчас рубрика луна для дома для здоровья с 31 октября по 2 ноября давайте рассмотрим знак делу это у нас будет два дня будет 31 октября и уже 1 ноября печку в это время лучше не топить стрижка очень хорошо в деве несмотря на то что скоро новолуние если вы хотите что волосы быстро не росли в деве это очень хорошо можно красить волосы но постарайтесь использовать как можно меньше химические краски используйте больше на травах и вот сейчас есть очень новые хорошие краски тоже используйте если вы отдельно хотите мыть волосы лучше пропустите а вот если конечно вы постриглись и покрасились в это время то мыть волосы можно отдельно лучше пропустить очистка кожи продолжается этот период очень хорошо а вот с ремонтными работами нужно подождать останутся щетки естественно не очень хороший вид будет у вашего ремонта нужно будет переделывать приветривать вещи в это время тоже нельзя потому что в это время много влаги собирается в вещах притягивается даже сухое одеяло выносишь она влажная и солнышко есть ветерок казалось бы рукоделие конечно в деве это очень хорошее время вязание шитье все что вы хотите делать руками или даже кстати творить что-то новое даже кухня здесь тоже приветствуется идем дальше стирка можно проводить легко стирается уборка естественно тоже хорошо проходит при убывающей луне а теперь рассмотрим знак весы это уже 2 ноября здесь лучше будет разгораться дрова и быстрее вот эта пробка в дымоходе исчезнет если вы будете использовать сухой спирт или маленькое небольшое количество дров сухих дров обязательно используйте сухие дрова и вот эта пробка быстрее пройдет и не будет дыма в вашем доме далее что касается вот стрижки и покраски это уже исключаем время гекаты нельзя в это время стричься поэтому используйте деву вот остальное мыть волосы конечно же можно очистка вот этого кожи тоже еще можно вот мы еще не дошли еще можно будет сутки заниматься вот этими процедурами ремонт проводим проветриваем вещи рукоделие тоже весами приветствуют приветствуется стирка конечно же можно проводить и уборка тоже убывающая луна эти работы дома очень хорошо пройдут и будут будут качественно сделаны и хорошее самое главное чтобы у вас было настроение позитивное солнечное настроение вот это самое главное для того чтобы у вас все хорошо получалось и завершает утренний выпуск луна для здоровья эта рубрика оказалась по вашей же просьбе очень такой интересной и актуальной ну а мы ее используем вот эти данные эти наблюдения уже несколько лет и они очень цены для того чтобы организовать правильно свое питание и следить за своим здоровьем и так у нас два дня будут в деве убывающая луна в знаке девы в деве в этот период уязвимы тонкий кишечник двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа толстый кишечник слепая кишка аппендикс попок область живота жировые отложения в области живота брыжейка вот о брыжейке мы последний раз говорили и вы попросили чуть чуть больше рассказать о ней вот медики уже сейчас те кто продвинутый кто серьезно занимается медициной они считают что этот орган очень важный для развития иммунной системы и для иммунной системы вообще нашего тела в ней находится много лимфатических узлов внутри которых иммунная система вырабатывает вот эти механизмы защиты от бактерий вирусов которые очень сейчас популярны развелись везде и всюду попадающих в организм через просвет тонкой кишки что это я вот простыми словами хочу вам объяснить как я это ощущаю сейчас идет замена биохимии стресса это прошлая эпоха эпоха рыбы когда все время надо было или бежать или догонять свою добычу или бежать от того что кто-то за тобой гонится и выжить и вот сейчас идет перестройка наших тел на биохимию радости вместо биохимии стресса биохимия радости и в эти годы вот это последний год особенно наши тела пронизывают нейрины из космоса то есть и звезд и солнца масса различных космических объектов вот они направляют на наши тела на нашу землю массу массу вот этой различной энергии вот каждую микросекунду в наше тело попадает более одного миллиарда частиц каждую микросекунду слушайтесь и задумайтесь и что же происходило бы в нашем теле если бы не было брыжейки я думаю что было бы сложно выжить этот орган помогает нам проводить своеобразный холодный ядерный синтез потому что я ощущаю когда вот идет вот нам сообщают специалисты солнца что вот сейчас магнитная буря но кроме магнитной буря у нас кроме солнца очень много различных космических объектов направляют в нашу сторону вот эти все новые энергии световые энергии и вот это брыжейка этот орган как раз он занимается этим важным делом и вот я ощущаю всегда вот такие периоды именно когда вот верх живота приложите свою руку и посмотрите какая там пощупайте какая температура просто-напросто там сильно высокая температура можете даже градусник приложить и вы увидите в теле у вас под мышкой одно одна температура а здесь совсем другая температура и ощущается как работает вот этот орган действительно как ядерный такой реактор который принимает на себя вот эту всю энергию перерабатывает и помогает всем нашим органам всем нашим клеточкам кстати еще кроме брыжейки которую не признавали очень долго кроме брыжейки в наших наших телах еще новые есть органы я думаю мы постепенно будем потихонечку это все разбирать и объяснять для того чтобы мы были в курсе что с нами происходит чтобы не сразу спешили в аптечку или к медикам и пить сразу же эти химические неизвестного происхождения лекарства конечно же мы лучше для профилактики будем использовать различные травы ягоды для того мы и выращиваем сейчас в садах на грядках экологически чистые овощи и плоды и вот этот орган о нем я думаю что тоже будем более подробно еще говорить просто сейчас хочу вам сказать что очень важно беречь себя очень важно вот мы даем вам рассказываем что вот есть сейчас вот время девы и что нужно в это время допустим употреблять пищу почему именно это нужно а не что-то другое вот брыжейки тоже нужно вот это видимо питание и другим органам что нужно использовать в знаке девы при питании используйте раздельное питание и пищу принимайте маленькими порциями и вот один раздельное питание это допустим яблоки едите да или морковь натерли и съели морковь со сливками или еще что-то другое вот что в это время нужно нужно нашим органам и в том числе и брыжейки в это время нужны продукты богатые железом и витаминами группы b а также энергетические соли это сульфат калия и фосфат железо кто-то сразу же мне скажет химия снова же нет все наши то что мы едим плоды и овощи различные ягоды они имеют вот эти составляющие но не все подряд в других чего-то больше там меньше но вот эти соли сульфат калия и фосфат железо эти соли содержатся в гречневой крупе пшени а все а также в яблоках грушах абрикосах абрикос сейчас нету но вот яблоки груши гранаты сейчас пошли картофель морковь все кстати цитрусовые фрукты которые есть в большом количестве в магазинах на рынках в меню должно быть обязательно растительное масло очень много должно быть грецких орехов и других различных какие вам доступны орехи орешки семечки должна быть в нашем питании в меню сейчас редька молочные продукты зеленые культуры цветная капуста но это что у вас есть из овощей кроме неназванного но пожалуйста в деве исключайте макароны и другие углеводные продукты это сейчас в деве нашим организмам нашим клеткам нашим телам нашим органам не нужно а сейчас рассмотрим еще один день 2 ноября когда луна уже будет в знаке весы это тоже уже свои энергии свои требования и другие органы будут в это время важными потому что весы отвечают вот за определенные органы в нашем теле это почки мочевой пузырь мочеиспускательный канал мочеточники надпочечники женские половые органы мочеполовая выделительная нервная система и система желез поэтому дорогие представительницы слабого пола так называемые пожалуйста в это время постарайтесь ноги чтобы были снова же в тепле потому что как раз моче половая система очень страдает если в холодное время вы забываете одевать теплую одежду и обязательно ноги должны быть теплее что здесь важно вот здесь важно в весах убрать полностью продукты это копчености различные жирная пища самое лучшее это вегетарианская пища так называемая вегетарианская обычно считают что это сырые какие-то вещи могут быть нет это просто вот направление без вот этих жирных мясных продуктов в данном случае что здесь можно использовать каши из риса гречки ржи овса ячменя в это время вот сейчас отлично пойдут проростки или же у вас есть семена редьки можно использовать их в питании горчицу пшеница другие злаки вот эти семена семена люцерны проращивайте вот эти витамины и проростки используйте для салатов или просто так добавляете в любые салаты или чисто их ешьте очень хорошо для наших органов и для органов которые я назвала а также в это время хорошо употреблять груши хурму ее сейчас много по крайней мере у нас на юге почти у каждого уже садовода имеется хоть одно деревцо бананы сейчас продаются изюм доступный курага виноград яблоки качаные цветная капусты укроп петрушка кое-где еще есть томаты огурцы морковь вот дайкон можно уже очень хорошо он уже созрел есть даже вот уже у нас не только даже а есть на юге центральной украины редька в салаты вот можно из этих всех продуктов которые назвала делайте различные салаты и заправляйте их лимонным соком сметаной или сливками если можно было в деве видите различные орехи и естественно растительное масло то сейчас вот в весах нужно уделить внимание вот этим составляющим которые будут соединять наши салаты лучше сметана или сливки в крайнем случае лимонный сок то что доступно каждому вот такая сегодня у нас большая разнообразная программа утренняя и агро гороскоп и луна для здоровья и луна для дома надеемся мы вам рассказали и подсказали что лучше сделать ближайшие дни для того чтобы в вашей жизни все было хорошо чтобы вы спланировали все свои дела и легко просто вот на этих энергиях просто-напросто как на гребне волны пронеслись и неслись дальше без каких-либо проблем мы желаем вам благодатной погоды а мы это раиса горяченко александр волик это авторы этого канала желаем еще вам крепкого здоровья желаем вам обязательно позитивного настроения используйте эти энергии только для позитива для вашей хорошей жизни и для радости и счастья вашей жизни переделываем биохимию стресса на биохимию радости пусть радость будет в каждой минуте вашей жизни до новых встреч на нашем канале